Иванова наука Этура переваливает за 15 градусов, жди беды. Сейчас об этой беде поговорим и расскажу, как ее от себя отвести. Одним из наиболее опасных вредителей, с которым вы можете столкнуться в весенний период, это, конечно, крестоцветные блошки. Видов блошек много, но в сущности это не важно, потому что вредят они все одинаково и очень-очень опасно. Они способны уничтожить ваш урожай буквально за считанные дни. Первые, на кого нападают блошки, это всевозможные сорнячки. Например, такие, как сурепица или пастушья сумка. Хотя теплые дни в Беларуси настали совершенно недавно, но уже можно увидеть на нижних листьях пастушьей сумки характерные повреждения, которые выражаются в уничтожении вот такого слоя листьев. И это уже, например, для меня сигнал к тому, что здесь развивается блошка очень активно, и она вот-вот, как только появятся всходы культурных крестоцветных растений, перекинется именно на них. Многие считают, что пленочное укрытие способно защитить от блошки. Однако это не так. Все с точностью да наоборот. Чем жарче погода, чем теплее, тем активнее блошка начинает свою деструктивную деятельность. Вредит не только взрослый жук, который повреждает, выедает дырки в листьях, но также и личинка, которая питается на корнях и в значительной степени приводит к ослаблению растений. Поэтому под пленочным укрытием или под спонбондом опасность блошки возрастает во много раз. Нежнейшие всходы листовой горчицы, редиса, капусты и многих других крестоцветных овощей, они являются в рискованном таком положении, в группе риска. Поэтому защитить их обязательно-обязательно нужно. Сейчас о методах защиты и поговорим. Конечно, при больших объемах в условиях производства люди используют инсектицидные препараты. Поэтому те, кто выращивают редис, например, на базар, они, конечно, проливают почву иногда даже системными препаратами. А нам же все-таки хочется вырастить полезную продукцию без инсектицидной нагрузки. Поэтому надо подобрать какие-то более адекватные методы. Ну, этот метод опудривания по мокрым листьям золой, а еще лучше зольно-табачной смесью, когда табачная пыль золой смешивается 50 на 50 и по мокрым листьям опудривается, он остается вполне актуальным. Бложка этого вот такого опудривания очень-очень не любит и избегает. Кроме того, в отношении крестоцветной бложки хорошо помогают биологические препараты на основе бациллюстурингенсис. Это, в первую очередь, битоксибацелин. Однако, для того, чтобы быть эффективным против крестоцветной бложки, вам необходимо опрыскивать и легко проливать почву тройной концентрацией от той, которая указана на упаковке того препарата, который вы показываете. Поскольку это получается на самом деле при достаточных объемах недешево, я обязательно в ближайших выпусках расскажу вам, как можно нарастить битоксибацелин, а также липидоцит в домашних условиях без компрессора, без аэрирования. Это важно, это хорошо повышает качество домашнего биопрепарата. Кроме того, очень хорошо помогают биотехнологические инсектициды. Это такие, как фитоверм и подобного рода вермектиновые препараты. В смеси с тройной концентрацией битоксибацелина они показывают высочайшую-высочайшую эффективность. Ну и расскажу вам еще об одном очень интересном способе, такой группа способов, которые одинаково называются, объединены в одну группу и которые достаточно эффективны против бложки. Иногда вам даже не придется ничего не покупать, не размножать. Сейчас расскажу. Такие способы защиты называются репеллентными. Дело в том, что крестоцветная обложка, как и некоторые другие вредители, она ползет на запах, на запах кормового растения. Она очень хорошо чует вот этот вот редичный крестоцветный запах. И именно по этой причине вот эти репеллентные методы являются достаточно эффективными, особенно в совокупности с прочими. Это или опудривание, или битоксибацелин, или что-то еще. Для того, чтобы отбить запах вот этих целевых растений для крестоцветной обложки, можно использовать различные пахучие субстанции. Сейчас тоже расскажу о некоторых из них. Среди всевозможных источников такого запаха сильного, мне, конечно, больше всего нравится эфирное масло корицы. Также можно использовать пихтовое масло, масло чайного дерева, масло тимьяна. И понадобится всего лишь вот такие 10 миллилитров хорошего масла корицы. Затем 100 грамм мыла хозяйственного. Мыло надо растворить в горячей воде, остудить немножко, но так, чтобы оно не загустело. Вылить туда 10 миллилитров масла корицы, взбить как следует ложкой, там, ну чем угодно. Перемешать, влить в 10 литров. И легонечко-легонечко пролить по листочкам, по почве, чтобы немножечко почва пропиталась, ну, совсем чуть-чуть пролить ваши посадочки. Это очень эффективный метод, я с него начал. Но расскажу вам и какие-то альтернативные варианты. Моим большим другом и помощником в саду и огороде являются, конечно, различные виды мяты. Они имеют очень много разных функций, полезных назначений. И фитофтору можно с помощью мяты даже придержать. Но и очень хорошо можно использовать для борьбы с различными вредителями. При всем том, вот в этот весенний период, мята еще недостаточно набрала аромата для того, чтобы ее использовать как репеллентное средство. И, конечно, надо подождать, чтобы у нее хотя бы появилось начало соцветий. Тогда она достаточно эффективна. Но можно использовать мятное масло, например. Точно так же, как я только что рассказал, с маслом корицы. Но в любом случае мята для репеллентного метода борьбы с вредителями очень хороша. И мы не раз будем к нему возвращаться. Очень хорошие результаты показывают мульчирование или перекладывание вот этих междурядей в посадках и капусты, и других кристоцветных растений веточками ели. Ель обладает достаточно большим содержанием эфирных масел. Создает также такой репеллентный эффект. Но можно использовать и хвойные масла эфирные по тому же самому рецепту. Либо же можно делать даже отвары. Можно запаривать ветки ели, там пол ведра веточек поуложить, залить кипятком, подержать сутки. И таким вот настоем проливать ваши растения. При всем том, эту процедуру придется выполнять по крайней мере раз в неделю. Поскольку вот этот хвойный запах, хвойный отвар держится не очень долго. В отличие от масла корицы. Среди всех эфирных масел масло корицы обладает самым-самым длительным действием. И бывает так, что вам достаточно лишь одного-единственного пролива с маслом корицы для того, чтобы отпугнуть надолго эту самую крестоцветную бложку. Ну, как альтернативный вариант вы можете использовать... Ну, конечно, ель сизую, колючую не стоит для этого использовать. А вот ель обыкновенную можно. Просто уложите хотя бы ветки между высадками капусты или посевами каких-то крестоцветных растений. Кроме того, очень хорошие результаты показывают проливы вот этих крестоцветных растений раствором с уксусом. Достаточно одного стакана 9% уксуса на ведро воды для того, чтобы пролить растения. И вот этот запах уксуса, который будет держаться 3-5 дней, он будет активно отпугивать бложку. Но и надо помнить, что нам надо отпугнуть бложку в самом раннем этапе ее нападения на растения. Хотя она может вредить и в более позднем периоде. Например, когда уже листья капусты развернулись и начинает формироваться качан. Однако здесь ее вредоносность не так велика, как в фазе всходов или раннего развития растений. Поэтому так бывает, что ранние овощи, такие как редис или листовые горчицы, они успевают за эту недельку буквально перейти в эту фазу неуязвимости. И этого вполне достаточно, в том числе уксусного пролива, для того, чтобы отпугнуть эту самую крестоцветную бложку. Ну и надо помнить, что отсутствие нормальной обработки почвы, активное мульчирование без переворота земли, хотя бы там верхнего слоя, использование, очень слишком широкое использование крестоцветных сидоратов, все это способствует активному накоплению этого вредителя. И когда он уже у вас накопился в колоссальном количестве, то иногда уже, конечно, без инсектицидных обработок бывает не обойтись. Но начните с тех простых элементарных, о которых я вам сейчас сказал. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!